А когда вы играете там, ну, на японском, допустим, вы просто заучиваете фонетически фразу или вы все-таки знаете, что эта фраза значит и как-то ее переживаете? Ну, конечно, я знаю, что она обозначает. Более того, мне на чужом языке играть легче, чем в родном. Тут какая-то возникает... Да, такая интересная вещь возникает. Ты как бы просишь носителя языка, да, как это должно звучать. И пытаешься эту интонацию запомнить, и у тебя уже не возникает вопросов, как ее произносить. И уже начинает работать, ну, что называется, твоя душа, твое нутро, и вкладываешь эмоцию, поскольку смысл фразы ты понимаешь, и ты вкладываешь вот в эту вот уже готовую фразу. То есть ты не ищешь, вот, как сказать, вот так сказать, или вот так сказать. Мы же можем подкладывать сколько угодно интонации на одну и ту же реплику, а тут одна интонация, и уже, по сути, только вот существуешь, и это как-то облегчает. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.